Самый бюджетный среди моделей Poco. Действительно ли народный смартфон? Всем привет! С выхода новой серии с наименованием M3 прошло не так уж много времени. И вот наконец-то этот смартфон официально добрался до Казахстана. Бренд Poco объявляет о старте продаж в нашей стране нового бюджетного смартфона Poco M3. Новинка предлагает необыкновенную тройную камеру, дисплей с разрешением Full HD+, мощный аккумулятор и процессор Snapdragon 662. Начнем с дизайна. Смартфон ориентирован явно на молодежь. Ну просто посмотрите на внешний вид. Довольно футуристично. А как вам? На мой взгляд необычно точно. Цвета смартфона черный, синий и желтый с софт-тач покрытием, чтобы было меньше отпечатков ваших пальцев. Лично я бы себе желтый взял. Очень круто. Конечно же сразу хочу выделить мега батарейку в 6000 мАч. С этой неимоверно мощной батареей Poco M3 готов к развлечениям, общению, часам в интернете и геймингу. Благодаря такой емкости Poco M3 вы будете заряжать один раз в 5 дней при небольшой нагрузке. Так заявляет нам производитель. А при усиленной нагрузке ее должно хватить ну на 2-3 дня. Аккумулятор Poco M3 был создан для надежности при высоких температурах и может работать в течение 2,5 лет без заметных повреждений. Даже после 1000 циклов зарядки емкость аккумулятора останется практически в начальном уровне. Что немаловажно, гаджет продается в комплекте с зарядкой на 22,5 Вт и поддержкой быстрой зарядкой в 18 Вт. А также можно им заряжать другие устройства. Сканер отпечатка пальцев на боковой грани. Разъем наушников на месте. Я понял, что это очень полезная вещь, когда подключаешь внешний микрофон к телефону. Лоток для двух сим-карты, флешки. Это тоже приятный бонус. Несмотря на очень крутую цену, Poco M3 может похвастаться основной камерой 48 Мп. Камер там аж 3. Эта модель делает фотографии очень неплохого качества. Я бы даже сказал хорошего, потому что конкуренты в такой ценовой категории отстают явно. В дополнение к основной камере Poco M3 также оснащен макрокамерой на 2 Мп и датчиком глубины, тоже на 2 Мп, которые дают еще больше различных возможностей. Даже есть функция таймлапс. Короче, камера за эту цену явно очень хороша. Poco M3 два стереодинамика, которые очень кстати. Как обладатель двух покофонов, я могу сказать, что стерео это очень крутая штука. Можно сказать по-настоящему флагманское звучание, которое доставит больше удовольствия во время прослушивания музыки и просмотра видео. Немаловажно, что у смарта большой дисплей 1080 пикселей с разрешением Full HD+. Размера 6,5 дюймов, рамки занимают в районе 10% всего объема. Ну что не так уж и мало. Отличное качество изображения и приятные впечатления при просмотре. С высоким разрешением 2340 на 1080 точек ни одна деталь не ускользнет от вас при просмотре. На борту 8-ядерность Snapdragon 662 с максимальной тактовой частотой до 2 ГГц. Он относится к бюджетным, но считается довольно неплохим. Что немаловажно, без быстрой траты заряда батареи. Память установлена как раз очень быстрая. Оперативка LPDDR4 на 4 ГБ, а основная UFC 2.2. Так что пользоваться будет вполне комфортно. Хочу сказать, что Poco M3 уже вовсю продается в следующих магазинах. Таких как Sulpac, Мечта, Белый Ветер, Технодом, Mecom, KZ, Talser, ну и других. По цене 69 990 это за версия на 4.64. И 79 990 это версия 4.128 ГБ. Ну и безусловно это дороже, чем заказать с Китая. Но тут вам будет и гарантия, и быстрота. Просто пошел и взял, да и в принципе я понял, что смартфоны лучше брать в местных магазинах. Потому что очень много было примеров, что Китаю уже не вернуть. А на этом у меня все. На мой взгляд, конечно, это будет тяжеленький и немаленький смартфон. Но почему-то в 2021 году это уже такой тренд. Хотя я понял, что лично мне такое не по нраву. Для меня идеальный размер это Poco F1. Но тут прям крутые характеристики за небольшую цену. Это убирает этот минус к чертям собачьим. Всем спасибо за просмотр. Подпишитесь на этот канал, а также на мою инсту. Я там делюсь всеми способами моего заработка. Это уже многих мотивировало на изменение жизни в лучшую сторону. Ну просто почитайте отзывы. Ладно, хватит самой рекламы. До скорых встреч, ребят. А впрочем, вам решать. Субтитры сделал DimaTorzok